Москва в ответе за Киев. Так в нескольких словах можно резюмировать второй день саммита G7, который проходит в Германии. Один из главных вопросов насчет антироссийских санкций снова лишен всякой логики. Стреляют там, наказывают здесь. Константин Рожков расскажет обо всем подробнее, он в прямом эфире. Костя, здравствуйте. Что в эти минуты происходит на полях саммита и какие заявления уже прозвучали? Добрый вечер, коллеги. И вот уже прямо сейчас лидеры Большой Семерки переместились из роскошного пятизвездочного отеля у меня за спиной в специальные комнаты, где в эти минуты продолжают давать пресс-конференции. Первой к журналистам вышла канцлер Германии Ангела Меркель и уже буквально в самом начале своего выступления она сделала заявление по поводу России и Украины. Я предлагаю сразу же послушать то, что она сказала. Мы осуждаем аннексию Крыма, которая, по нашему мнению, противоречила международному праву. Кризис на Украине может быть решен только политическим способом на основе минских договоренностей. И от их выполнения зависит судьба санкций в отношении России. Мы не исключаем, что санкции могут быть ужесточены в случае резкого ухудшения ситуации в Донбассе. Заявление прозвучало несколько неожиданно. До начала саммита предполагалось, что его участникам удастся договориться о сохранении антироссийских санкций. А сейчас, выходит, их могут даже расширить. И все будет зависеть от ситуации в Донбассе, где идут ожесточенные бои. При этом, судя по заявлению немецкого канцлера, Семерка явно не собирается выяснять, кто первый начал. Если стреляют, значит, виновата Россия. Кто же еще? Ну вот, любопытно, что в итоговом коммунике, который отражает согласованную позицию всех участников совета, помимо дежурных фраз о российской угрозе и российской агрессии, также появились и несколько строчек, адресованных Киеву. В частности, там говорится о том, что Большая Семерка рассчитывает, что Украина будет и дальше исполнять свои обязательства перед Международным валютным фондом и Европейским союзом. Проще говоря, будет и дальше платить по счетам. И это первый подобного рода сигнал на высоком уровне, после того, как в Верховной Раде был принят закон, позволяющий украинскому правительству вводить мораторий на обслуживание гигантского внешнего долга. Кроме того, это тоже стало новостью, которую преподнесла журналистам Ангела Меркель. С помощью участников саммита группы Семи в Киеве будет создан некий орган, который будет заниматься борьбой с коррупцией. Судя по всему, в то, что на это способно нынешнее украинское руководство, участники саммита уже не рассчитывают. Американский президент Барак Обама на своей пресс-конференции выглядел довольным. Можно сказать, что ему удалось добиться того, зачем он и прибыл в Германию, убедить европейцев сохранить антироссийские санкции. То, что они остаются в силе, он объявил. Он объявил об этом как о свершившемся факте, в очередной раз высказавшись за весь Европейский Союз. Как мы видели, в последние дни российские войска продолжают свою операцию на востоке Украины, угрожая украинскому суверенитету, единству и целостности. Ни для кого не секрет, что саммит G7 собрался в этом году без России. И это пример изоляции России. И все страны, входящие в Большую Семерку, продолжают политику санкций в отношении России. Это связано с агрессией, которую она проявляет по отношению к Украине. При этом президент США сделал поправку. Он сказал, что надеется ужесточение санкций не понадобится. Но опять же, все будет зависеть от ситуации в Донбассе. В этом смысле нынешние ожесточенные бои и ухудшение ситуации там сыграло на руку тем, кто здесь на саммите хотел сохранить антироссийские санкции. И вот это все меньше и меньше походит на случайное совпадение. Как только лидеры западных стран собираются где-то, чтобы обсудить актуальные темы, на Юго-Востоке происходит очередная вспышка насилия, результатами которой с выгодой для себя пользуется украинское руководство. Ну и вот еще есть заявление других лидеров Семерки. Президент Франции Франсуа Алан заявил, что пока не видит оснований для отмены антироссийских санкций. А вот лидеры Италии и Японии выскорзались за сохранение и продолжение диалога с Москвой, пусть и не в формате Семерки. Британский премьер, говоря о ситуации в Донбассе, неожиданно заявил, что, надеется, минские соглашения будут исполнены не только Россией, но и Украиной. Но, учитывая все вышесказанное, это больше походит на пустой дипломатический оборот, и виновный опять назначит Россию. Коллеги. Спасибо. Константин Рожков следит за саммитом Большой Семерки в Германии.